Я запускаю. Я запускаю. Секунду. Да, и мы вернулись с игрой Аладдин. Правда, не для СНЕСа, а для Нинтендо. Я не смог найти Рома с НЕСа, и девчонки уболтали меня включить НЕС-версию. Да, мы уболтали. Ну, потому что пофиг, всё равно они одинаковые на НЕС и на СНЕС. Да, и к нам в скайп ненадолго пришла Иришка, так что... Ура-ура, поехали. Так, это прыжок. Котя, что тебя удивляет, да, Аладдин? Ну... Аладдин 4, вот почему он удивился. Видишь, здесь раскраска немножко другая, розовая такая. Да, ладно, какая разница, главное, считал Аладдин. Да, согласна с тобой, Иришка. К сожалению, это тот самый маппер, на котором не было музыки. Поэтому не удивляйтесь. Потому что будут только звуки. После короля льва, чё уже удивляться? Вольт, привет. У меня вечер пятницы, поэтому у меня дела просто шикарно. Впереди два выходных. Так, чё, игра без музыки? Совсем-совсем? Есть три музыки. Первая это тема начальной заставки. Вторая это тема бонус уровня. И третья это тема босса. Ну, сейчас, я имею в виду, а сейчас звука нету? Ну, сейчас будет... В уровне к музычке. Вообще нету, а вот сейчас... Сейчас закончится бонус, и музыка останется вплоть до конца уровня. Понятно. Кузя, не это не вригинал. К сожалению, не вригинал. Что думаете, если попасть на джина? В смысле, на джина? Ну, в бонусе там он... Или это что было нарисовано? Мне показалось, что это... По середине? Да. Сейчас я вам скажу. Сейчас скажу. Я помню, я статью писала по этому поводу. Даже так. Найду. Куда подвинуть экран? Что там, картинка не очень хорошо устала, что ли? Да нет, нормально. Вроде нормально. Может, имеется в виду, что подвинься, в смысле, по серединке, что было, или там, на весь экран. Ну, я, к сожалению, не могу расширить. Опа. Это что за... Ну, не нравится людям, что есть полосочка с FPS. Так. Я не понял. А кто знает, как правильно пишется Aladin? Знаете, почему у меня такой вопрос? Я помню, на английском вроде Aladin 2D. Да. Да. А у нас 2L. Нет, у нас 2D. Тоже 2D, да? Да. Постоянно путают. Правильно, Aladin. И даже в переводе, даже эти самые книжки, ведь про Aladin есть еще и книжки. Пишется для меня, да. Вот оно что. Никак не могу запомнить. Что-то у меня сегодня день влетающих ромов. Сначала король лев у меня зависал. Теперь вот каким-то макаром Aladin завис. Хотя такого никогда раньше не было. Тебя сейчас троллю. Все бывает впервые. А, блин, у нас почти сейчас. Голова Джина восстанавливает энергию полностью, а звездочка дает континиус дополнительный. One up – одна жизнь, two up – две жизни. А что значит восстанавливать энергию полностью? Кто его знает? Нет, тут Джин нарисован. А сердечко что дает? Сердечко восстанавливает удар, по-моему. Одно сердце, один удар восстанавливает. А голова Джина полностью, я так поняла. Голова Джина – это то, что в центре, да? Да. Обязательно в скором времени поиграю в эту игру. У меня так получается, пришла, например, к Роману Анархисту на стрим, смотрю Adventure Island. Ромка прошел. Думаю, ай, поиграю. Я думала, ты скажешь, смотрю игру, обязательно пересмотрю мультик. Не-не. Хотя Aladin – это мой любимый мультик. О, я от него просто тащусь. Его глаза, невозможно не влюбиться. Черные глаза. Да. Мне, в принципе, вот одинаково нравились Aladin, вот в смысле прорисовки в мультиках вот принцев. Всех вот этих главных мужских героев. И принц Эрик из Рисалочки тоже симпатичный. Ну, неплохой, но Aladin мне ближе. Такой прям секси-мен. Он бедный, босяк такой. Да ладно, эти глаза, ему можно все простить. А у Эрик у него там и дом такой, и корабль есть. Фу ты какая! Меркантильная, алчная женщина. Да, я такая и есть. Ну, по мне, самый страшный принц – это из этого красавица и чудовища. Когда он превратился в принца, лучше бы он оставался чудовищем. Не думаешь, что лучше, да? Да, он гораздо симпатичнее. Мы с подружкой на эту тему стебались, что, типа, не-не-не, верните обратно в чудовище. Артёмка, прекрати сливаться по глупостям и не спеши. Только хотела сказать. Отойди из той игры. Да. Это уже другое. Вот, а если ещё продолжать дальше тему, то самый тупой принц, по-моему, это из Золушки. Почему-то у меня вот всегда произвело впечатление, что он какой-то вообще тупой деградант. А почему мотивация? Факты? Ну, он, не знаю, не принимает никаких почти действий, почти в сюжете не участвует. И только потанцевал с Золушкой, и даже её особо не ищут ещё другие. В той же Белоснежке хоть принц сам там скакал, нашёл её, поцеловал, всё остальное там, все дела. А в Золушке даже это у него досужился сделать, слуги искали по туфельке девушку. Он же принц, ты что? Да, вообще он какой-то дебил. Мне кажется, там выебаты устроили специально, чтобы так, выбрать невесту по-тихому. Не церковь это дело, принцесса послать. Если там разговаривать с ним, то уникальность да пойдёт по ходу. Так, курица. Что вот интересно должно было быть в этом пустом кувшине? Меня до сих пор терзает этот вопрос. А что-то должно было быть, да? Просто пустой кувшин это невероятно. Невероятно зрительно, да? Что-то не то. Просто пустой кувшин и единственный, как бы, здесь. Только здесь он пустой. Ничего себе у тебя тактика. У меня абсолютно не такая она после тактика. Да ну, это самая простая тактика. Так проще намного. Я думаю, в детстве все так его били. Ай. Аня, походу, так не била. Нет. Я зажимала его к бочке и там пыталась прыгнуть как-то. Почему уровень-то наркоманский вполне соответствует этому мультику? Который с облачками? Мой любимый. Там же была такая тема, когда познакомились с Джином, как он там песню пел и все вот это устраивал. Творил чудеса, чтобы доказать, что он Джин. Все такое. Поэтому вполне могу и забрать, как бы, в этот мир. Мой любимый уровень. Так что я не понимаю, что там может бесить, раздражать. Он прикольный. Но он типа сложный. Ну да, там есть места, где можно запороться. Там есть тролльские места. Да, да, да. Как я люблю тигры. У меня сестра проходила. До сих пор сохранилась вот эта вот книжка. с кодами и секретами. Она на задней стороне, на последнем листе, кодек этой крики ей вписала. Да, я поняла. Скорпион. Ебанет и спешить. Куда ж ты спешишь, а? Расскажи мне. Я начинаю, как Рома. Торопиться. Синдром Ромы. У меня уже давно этот синдром. 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 У меня этот синдром особо проявляется в Adventure Island. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что там время конечное постоянно поджимает. А так обычно не спешу. Наоборот, осторожничаю, стараюсь. Ну все, не попаду на бонус. Да, синдром анархиста, это эпидемия сейчас у нас. Все спешат. А нет, все-таки попаду. У меня уже давно там. А вам как-то больше нравится игра на Дэнзе или на Сеге? Аладдин? Угу. Ну, конечно, Дэн. Я к Сеговскому привыкла. А на Сеговскому более как-то... Ну, по сюжету полное, что ли? Там... Так это вроде тоже по сюжету довольно полное. Или я ошибаюсь? Ну, вот этот уровень, это же типа уже пещеры, я так понимаю. До того, как ты взял этот... Ну, лампу Джина. А потом будет лава после этого уровня, когда уже типа того все разрушается. Я же правильно понимала? Ну, вроде да. А на Сеге там еще есть уровень в темнице. Там же вначале его поймали, посадили в темницу. Там этот мужик, который Джафар, его в образе старика освободил, перевел к пещере. Потом уже уровень в пещере, потом уже лава. В общем, более как-то вот сюжета полная. Это вот эта пещера ты имеешь в виду? Пещера и сокровища. Ну, вот они, сокровища. Ну, вот, да. Получается, здесь в игре на Дэнди, где там на Снессе, нет уровня с темницы, когда в тюрьме сидел Аладдин. Все равно люблю Дэнди. Слушайте, а здесь надо было, я что-то не обратила внимания, собирать кусочки жука, нет? Или это чисто для бонуса только? Здесь вообще не надо собирать кусочки жука. Здесь жук вылетает из кувшина. Ну, это как бонус вроде, да, идет? Угу. И попадай на вот этот бонус. А в Сенге вот надо еще собирать кусочки жука. А вот побег вот этого вот из чего был? Что он плывет по воде на бревне? Этого не было в мультике. Да? Там была тема такая, что такая пещера, где надо было прыгать по вот этим маленьким кусочкам суши. Там камни или что-то типа того, что Абу, когда добиралась, ну, там лампа стояла. И когда лампу взял Аладдин, Абу в это время взял этот изугрот, там, бриллиант какой-то. Все стало разрушаться. И, значит, надо было упрыгать обратно на землю с этой воды. Но бревен там точно не было. Я смотрю на твою тактику, я так же здесь прохожу. Да все так проходили. Читерство. Не, когда-то я пытался, конечно, за вот этот канат дергать. Но я потом понял, что это бесполезняк. И вообще не труб. У меня получалось. А у меня получалось. А что делать здесь вот в кустарике? За 100 кристаликов в жизни. Я еще знаю, что вроде как на сеньях какая-то крутая тема. Собрать какие-то там тоже камешки, что ли, в определенном количестве. Если все собрать, то там какой-то то ли бонус открывается, то ли вы заставка какая-то другая, то ли еще что-то такое. Ну, все собрать еще сложно. Там еще можно кристаллики там обменять на что-то. На жизнь, что ли. В магазинчике. Кстати, вот это мой самый-самый бесячий нелюбимый уровень. Почему так? Вот не знаю. Не люблю и все. На нем, кстати, часто музыки не бывает. На нем ее вообще никогда не бывает. Я даже больше скажу. Вот оно что даже. Ух, я сейчас выпрыгнул, как опасно. А вот была бы музыка, мне бы нравился, да? А в оригинале тут, по идее, музыка из босса должна была быть. Аня, надо тебе срочно поиграть в версию на SNES. Думаешь, советуешь? Ну, конечно. Говоря, там направление получше, поудобнее. Даже Рому, говоря, ему больше нравится на SNES. И плюс там вроде как же музыка есть. Вдруг ты после этого этот уровень полюбишь? Хорошо, я попробую. Обещаю. Куда тебя несет? Ладно. Вот поэтому я его не люблю, потому что постоянно слилаюсь. И Кузя пишет, я тут сливался на камушке. Ну, тут много подляночных мест. Ой, ну если бы экран двигался еще быстрее, то было бы играть настолько сложно. И так непростые места. Лучше бы он просто шел за Аладдином. Знаешь, как в обычном режиме. Ну да. Куда? Нельзя, к сожалению, отменить автоматическое движение. Так, а ну, собрался быстренько. Что это за сливашки? Ну, вот так вот. После Короля Льва на SNES. Устал немножко. Ну, чуть-чуть. Еще бы. Скоро четыре часа будет. Играешь. Дело в том, что я не играть устал, а вот само как-то настроение так что-ли, чуть-чуть поднялось. Конечно. Но играть уже труднее. вот так. На всякий случай воспользуюсь. Леша, ты ранишь меня в самое сердце. Как можно ненавидеть Аладдина? А меня-то как ранишь. Ну что, мой любимый персонаж. Любите принца и Золушки вместе со мной. И любите Аладдина. И принца Персия. Кстати, насчет принца Персия. Принца Персия на чем? На Денге, естественно. Хочешь пройти? Я хочу пройти не оригинал, а тот забавный хак, который мы тестировали с одним товарищем с Эммленда. Что за хак? Он полностью меняет уровни. В них становится гораздо больше загадок. Так что... И ты в итоге вы прошли? Да. Ну, он как бы создатель, а я его тестировал на все различные глюки, баги. А игра удлинилась, нет? Ну, осталось также 14 уровней, но игра удлинилась значительно. А также надо пройти за час или нет? Или вы убрали? Также за час. О, круто, слушай, удалось нам посмотрим, интересно же. Есть, я до сих пор помню, что в 8 уровне есть одно учительское место, где можно пройти вообще за минуту. Прикольно. Так. Что мне сейчас лучше, конт или жизнь? Конечно, конт. Ну, в любом случае, тоже шестой конт. А, вот этот уровень довольно тролльский тоже. Слушайте, а ты же на всякий, если вот такой уровень летающий три раза не пройдешь, то он автоматически пропускается. Да. А на Дэнни надо пройти по-любому. Да, обязательно. Это, я так понимаю, побег из пещеры чудес, да, на ковре самолета. Только почему-то с тобой же смен летит. Только хотела сказать, почему именно она или это джин так маскируется. Потому что разрабам было лень рисовать дополнительный спрайт. на Это, конечно, такой конкретный косяк. Просто рисовать лучше бы был вообще один. Они просто подумали, что рисовать один отдельный спрайт летящего Владимира на ковре в самолете под один уровень это нерентабельно. Ну, с учетом то, что они так всю музыку убрали. Походу, тут уже было минимум места, чтобы еще на один спрайт не хватало. А просто прикол в том, что дальше будет еще уровень. Точно такой же смысл. Да, тут один сразу запилили наперед на будущее. Да. Начинаются тролльские уровни. Мой любимый. Ура, ура. Мне нравится, как Джин реагирует, когда на него прыгаешь на платформу. Хорошо, хоть я эту анимацию не вырезаю. Какой прям ооо. Какого черта кто-то делает у меня на голове? Он за него переживает и следит кстати за ним. Ну еще бы, если бы тебе по голове кто-то ходил, ты бы за этим следила? Не, он за друга переживает. Ну да, они еще не друзья в этот момент. Видишь, как он над ним издевается? Тут же так легко умереть. Какой же он после этого друг? тут нужно все делать очень тонко и очень аккуратно. Странно, но в этот раз как-то наоборот. Я в этом уровне вообще не слился ни разу. Потому что я с тобой, я же говорю, мой любимый уровень, ты там запоролся, в любимом быстро прошел. Вот этот, по-моему, сложнее. А вот это вообще запора. Заваляться, точно. Вы меня на этой длины пытаетесь сделать? Я тоже так думала. Убить, дабы не служить? Да. Он все-таки остается живым. Ай. Служить. Куда? Вот это я слил жизнь на ровном месте. И еще одну на ровном месте. А ну ка, прекрати. прям понравилось. Вошел вкус. Как же ты так? Тихо. Спокойно. Это не больно. Как говорила Моли с Хаттабычем. Тома, Тома, с тобой. Сейчас я попройду, делов-то. Да блин. Если не делать вот так, как я сейчас делал, то пройдешь, да? А где указано количество жизней? Внизу. Пять человечков? Да. Опа. Печо. Вы видели? Это как? Куда он пропал? И? Новый баг, смотри. Он-то не новый, но у меня он впервые. У меня тоже. Я такого не видела, серьезно. Так. значит вот тут делаем вот так, вот так и вот так. Какое сложное место? Куда? Подстало. Ладно, у меня... В игре нет чекпоинтов, да? Нет. Нет. Нет чекпоинтов. Ну, почему? Я про пароли. Ну, пароли-то не чекпоинты. Пароли-то другое, именно на уровне. Нет чекпоинтов? Нет. С самого начала каждый раз. Кузя, Джафар... Они же короткие. Джафар тут тяжкий. Нет, он простой. Аня, даже если они короткие, да, на уровне очень сложные. Оба хотя бы на две части разбить. Я даже сбагаю ее, чтобы его убить. А это как? А увидишь. Вот. О, вот это я выжил. это было реально круто. Да, на волосок от смерти. Бонус мой улетел. Мне вот интересно, почему у меня трансляция идет с таким опозданием вообще? Бесколько? я перезагружала. Кузя, давай мы сделаем так. Я без бага сохранюсь перед битвой с Джафаром и убью его двумя способами. С багом и без бага. Давай. Ой, ну и картинка. Старашина это как-то. Это вообще откуда интересно? Мне прям захотелось смотреть фильм, что ли? Да, блин. Ну ладно, у нас все равно была одна жизнь. Тут просто проблема у Аладина с разгоном. Фух. Что-то эти уровни в мире Джина какие-то бесконечные. Аня, где тут дети-то в чате? Ты что ли у нас ребенок? Посмотри, посмотри на смайлик. Среди смайликов есть дети, поэтому нельзя такие картинки? Да. так, ну вот это место довольно простое. Я хочу как-нибудь увидеть какую-нибудь игру с такой девочкой. Спрашилочку, да? Да, я хочу крипи-игры. Я могу подсказать Кроссов Блэк Волтер. Слушай, мы с тобой еще вчера на эту тему болтали, ты так много всяких этих игр знаешь. Я много смотрел Влада Дагласа и Джесуса в Эген. Так что... Я себе с этого Влада Дагласа сохранила, я буду смотреть в периодически что-нибудь. Да, посмотри в чат, котяра отжигает. Какой ты злой вообще, котя. Как можно убить младенца? Были дети, нет детей. Так, хлебушек отдай. Тут что? Яблоки. Тут это птица. Слушай, даже если ты их не любишь, но не до такой же степени. А я люблю детей. Я тоже, и дети меня любят. Я люблю. Так, среди вас единственная, кто детей не любит. Я действительно очень-очень не люблю. Они меня так раздражались. Я просто выросла в окружении. У меня тоже детей, у меня племянников куча, но это не значит, что я их люблю. Я сколько уже с ними нянчилась, я уже пудрючу. Ой, я ненавижу, когда оставляют нянчиться. Не-не-не, это не по мне. Ой, я обожаю. Мы очень часто берем дэнди и рубаемся. Вот я с лимяхами так тоже все нарубались. Я с лимяхами. к ничтям приезжала и я варяк срожился черный юмор, Влад, ты просто не умеешь их готовить. Такие добрые все. Не успел. Надо было лежать сразу, а не ждать ее. Слушайте, а вот этот уровень сейчас, который песочный, он что символизирует по мульту? Ну, это, по идее, вторая половина песочных, ну, сокровищницы Джафара, наверное, я не знаю. Где он там? Я просто не видел оригинальный мульт, поэтому не возьмусь судить. Типа все, был уровень с Джинном, уже прилетели, уже все, Джафар уже пытается убить. Очень мой страх пройдет событий. Так. Вот так. Теперь вот так. И вот так. Stage 5 клир. Сейчас должен быть бонус. Да, сейчас бонус. я не буду собирать кристаллики. Нафиг оно нам надо. Почему? ты прав. Я просто спущусь вот так вот сюда. Ощущение, что это конец игры уже. По-моему, качается в принципе тем же. Да, кончается тем же. Просто там мы не можем управлять персонажем. разработчики халтурщики. Угу. Тем более, что если сейчас он летит с принцессой на ковре самолете, походу, это когда он себя выдавал за Али принцем, когда еще не началось противостояние с Джафаром, тогда по логике я не понимаю, к чему был прошлый уровень, почему они их не поменяли местами. Ну да. Если я правильно знаю историю этой игры, то будучи портом со Снеса, вот этот уровень был в Снесовском в качестве бонуса. То есть это был бонус уровень. А здесь он стал основным. Почему-то. Хотя в нем тоже написано, что это бонус. А почему ты не собираешь так выйти все фрусталики? Вот так. Я все равно сейчас уже через уровень закончу. По уровню полетать можно было. По уровню в небесах фон один и тот же скучный. Внизу в городе еще хоть какое-то разноеобразие. Ты что, это же небо романтика. так ягод тоже коварный. Череп бросает постоянно. Подлец. Ну правильно, он же на запах таких ребят в этом мультике. Ну да. Потом он уже исправляется. А, то есть это он уже в мультсериале становится хорошим, да? Нет, он становится хорошим во второй части мультика. Есть вторая часть возвращения Джафара. Еще есть третья часть, но третью я что-то как-то не смотрела. Хотя она у меня есть. смотрела про отца Аладдина. Угу. Мне что-то как-то я начала смотреть, но мне что-то как-то не зацепило. А я так интереснее решила посмотреть. Поехали. А я когда еще не смотрела вот как раз второй части мультика смотрела эту Аладдина обычный и Аладдин мультсериал. Думала какой же момент Яга стал хороший. А потом оказалось что я стираю часть посмотрела там все это рассказывается так прикольно. Хорошо что сделали этот момент. А тем временем мы подобрались до места Таким образом я сохраняюсь чтобы показать два метода Какой сначала обычный или с багом? Давай с багом Мне это будет более интересно. Хорошо С багом так с багом ну с богом давай отдать сейчас он меня так а теперь вот так я ничего не поняла честно говоря сейчас не знаю что происходит он он убил но при этом я не понимаю дальше у меня разрыв мозга Но выстрел с палки меня воскресил переклинило счетчик жизни и выбило финальную заставку Как странно Ладно а теперь нормальный честный бой Мне пишут что произошло в этой версии Джафар стал хорошим и ему стало стыдно он воскресил ладину А теперь давай по чесноку Ну да я уже его бью по чесноку так что так Я честно не поняла можно как-то это самое в замедленной съемке еще раз и объяснить да что я поставлю я загружусь поставлю время на 30 фпс или на сколько там на 25 и сделаю в замедленном варианте Давай для особо тупых Ты классно назвала меня Аня да А я для тебя тоже Я ничего не поняла серьезно Я тоже Если бы я такое делала меня бы точно убил бы где-то там А вот он там куда исчез наглец иди сюда Он тебя боится уже просто Нет яблоко межо фар не убьешь Хотя могу попробовать швырнуть Нет ничего не будет даже не то Ну так просто попало все ему по-моему пофиг раз он не начал в меня стрелять ему было пофиг Че там по глупости Так ладно А теперь выставляем 30 фпс по просьбе Для непонятливых Так Use Default убираем ставим 30 и загружаемся Не обращайте внимания на услуг А ну-ка я послушаю Смотри Сначала доводим себя до одного удара и музыка такая slowpatch не Ахахах Исчез Ну блин надо было бы конечно справить лимит отключить Не Лех наоборот как раз так легче Так улетай Так ты рассказывай что ты делаешь Теперь жду пока просто его жезл у меня впилится Выстрелит типа Пока он сбросит на меня свой жезл Этот жезл должен упасть мне на голову на последнем ударе Я видела что произошло это было реально круто и после этого его даже бить не надо просто Ты оживаешь и конец игры Да я оживаю и конец игры Обалдеть прикольно Игра называется Спасел один от смерти Я не знал об этом баге пока не посмотрел Дэнди Хрониклс Отличительно Джафар провел скорую реанимационную помощь разряд спас Аладдина На самом деле Джафар был хороший Да Так Ну что На этом сегодня у нас все Мне нужно уже немножко отдохнуть Да и спать у меня положились Спасибо тебе большое за стрим Было очень интересно За Аладдина огромное дополнительное спасибо Было очень приятно его увидеть Тем более информативный получился стрим Еще такой баг интересный Спасибо большое Артем Я всегда рад постримить Вы же знаете Мы очень рады что ты всегда рад Вот Так что заходите в группу подписывайтесь ставьте лайки Обязательно Обязательно приходите завтра на стрим первых черепашек от Ромы Ой Я приду Я уже пиццу готовлю можно сказать Все будет круто Спасибо большое всем зрителям которые были с нами Всем спасибо Всем спокойной ночи Пока 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 Пока